В прошлый раз мы были у Зимнего дворца. Кунсткамера — это то место, в которое я хотела попасть, посмотреть на всяких уродцев. Всем привет! Наступил новый день, сегодня понедельник, и мы едем в Ленобласть, в небольшой посёлочек Петер-Ви. Возможно, я ударение неправильно назвала, но я не знаю, я не местная, поэтому прощайте. В общем, там начнётся наша эко-тропа, эко-маршрут по лесу. Я очень уже соскучилась по северной природе, поэтому с удовольствием погуляю, посмотрю на красоты северные, питерские, ленинградские, да. Потом послушаем птичек, как они поют. В общем, просто будем дышать свежим воздухом, наслаждаться. Погнали! Вокруг города идёт кольцевая дорога. Впереди, как можно? Прощает всем жизнь. Здесь пробка сейчас. Казалось бы, понедельник, да, но всё равно пробки почему-то. Ого! Мост! Ремонт дороги, да, это мост. Авантовый мост. Он отличается от всех мостов тем, во-первых, он не разводится, как остальные. Если вдруг опоздал в ночь на мосты, то ты можешь по этому Авантовому мосту переехать с одного берега на другой. Единственный минус в том, что он находится на окраине города, придётся проехаться. Вот. А так он симпатишный. Да, знаешь, где такие мосты были? Когда мы ездили в Сочи, в Красную Поляну, там вот такие вот эти тросы тоже натянутые. Это Нила, да? Да. Ага, понятно. Здесь у нас рядышком Икея, огромный торговый центр. Называется Мега. Вот слева. Там много магазинчиков, вещевые, всякие-всякие, ашаны, продуктовые. И Икея. Ну, все знают Икея. Вот слева. И вот. Большой новый комплекс жилой. На Дыбенко, да? Где заканчивается метро, ветка. Это чуть подальше от метро, но да, в принципе, да. Музыка. 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 да подливочку как давно ты ел в таких местах это же давно нет спасибо так чайного тоже чай тоже такое без сахара до потом возьмем вот вилки не спешим белки спасибо что приземлились мы кушать за такие вот столом на двоих такой обед нам вышел в 252 рубля я считаю что это здорово да я считаю что это здорово поэтому если вы сейчас смотрите это видео и кушайте приятного аппетита и приятного аппетита нам покушали было очень вкусно сытно будто бы я побывала в школьной столовой пью чайок и хочу сказать спасибо этому дому идем к другому что ж мы приехали на место и сейчас я могу озвучить вам мы пойдем по эко маршруту который был разработан и так давно его протяженность 12 километров старый маршрут был порядка 7 где-то километров это заказник который находится рядом с поселком петерви и называется он гряда сейчас будет внимание очень сложное название зачитываю чтоб не ошибиться варимян селька гряда варимян селька это начало маршрута соответственно здесь прямо все официально экологическая тропа экологический маршрут вот надписи всякие в общем добро пожаловать на экологический маршрут на территории государственного природного заказника вот собственно маршрут мы находимся вот здесь вот и вот так вот идем на протяжении всего маршрута встречаются беседки костровищи видовые точки и соответственно смотрите машину можно оставить вот здесь потому что это считается парковка здесь кстати вот можно еще приехать покататься на велосипеде вот такое вот красивое озеро сегодня мы увидим ну что сейчас пойдем будем гулять вот по такому прекрасному лесу хочу сказать когда я только сюда подъехала и вышла такие запахи такие запахи стали что у меня даже закружилась голове настолько приятный запах соснового леса хвои ну просто сказка так что ставьте лайки подписывайтесь на канал это видео будет однозначно очень интересным здесь очень тихо спокойно так как сегодня понедельник поэтому народу должно быть по минимуму это не такое уж и туристическое место хотя сделано и к тропа но тем не менее вот мы когда заходили я увидела что сюда пошли гулять две бабушки обратно еще шла женщина с коляской в общем для местных жителей это очень классное место просто отдохнуть просто погулять здесь по пути мы уже увидели что очень много ягод так что будем кушать сегодня еще как я давно не ела северных ягод уху круто но запахи вот просто нереально и вот настолько приятно и просто после городского воздуха мне кажется вот мозг отказывается просто понимать что такой свежий воздух может быть и вот этот запах он такой же как на урале ну вот просто такой же вот и и виды такие же моя душа от просто вот но расстилается здесь я так смотрю на все и улыбаюсь ну потому что душа поет вот так можно сказать красиво но здесь таких больших гор нет поэтому подъемы не будут сильно крутыми вполне себе комфортно для того чтобы гулять здесь до зимой думу местные жители катаются по этому лесу ну считай даже вот по этой центральной дорожке да тоже же можно кататься на лыжах да уже пасемся видим голубику вкусный тень сейчас все руки станут фиолетовые уже но я не могу себе отказать просто вот как можно пройти мимо таких вкусных лесных ягод красотища да сегодня я вдоль ими объемся смотрите здесь вот такие вот стоянки сделаны лавочки и место где можно что-нибудь пожарить например костровище и везде указатели поэтому теряться негде а вот там вот вот люди ходят собирают грибы в общем пока шли задумались а все таки это было голубика или черника стали смотреть в интернете и понимаете все таки это черника мы кушаем чернику и здесь не очень много вот она растет это я столько на юге прожила и уже забыла как отличать голубика чернику по моему от голубики руки так не мараются ну на черничка все-таки кто-нибудь наверняка скажет как можно путать чернику и голубику ну вот северный человек который вырос на севере постоянно был в лесах забыл я то есть но главное вовремя поняли поняли на но ее прям очень здесь много ну они огромные посмотри ведь реально вот здесь же еще мы нашли бруснику хотя думали что она уже отошла а нет она еще есть но ее как-то здесь мало будем искать полянки с брусничкой лишь какая тоже классная полянка ну да здорово здорово что могу сказать классно здесь можно перекус устраивать и лебяжье озеро а здесь по бревнышкам можно пройти здесь ветер поднялся и вода такая темная темная ну как и должно быть на болотах тоже такая же цветом же вода и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это вообще и мостики Интересно, здесь бывают лебеди? Ну, оно, наверное, не зря называется любяжьим Верно? Здесь бывают лебеди Ну, пока мы не увидели никаких птиц Мы взяли с собой, купили батон Думали, покормим кого-нибудь, какую-нибудь живность Но чего-то никого нету Где все спят, что ли? Непонятно Сосновые леса, как и на Карельском перешейке в целом Заказники занимают наибольшие площади Возраст некоторых сосен достигает 120-170 лет Написано также, что большие площади здесь занимают сосники брусничные В чем мы уже и убедились Ну, вот прошли мы совсем немножко еще Тем временем мы добрались до территории лесного питомника Вот здесь вывеска Здесь вот такие вот домики Ну, я думаю, что, соответственно, здесь выращивают Те же самые ели сосны Вот, кстати, видно их Которые потом рассаживают Возможно, прямо в этом же заказнике Вот они прям растут Такие маленькие Целое большое поле Елочек Видно такие вот полосы Кстати, возможно, что их для продажи выращивают Под Новый год, но не факт Тем временем мы подошли к реке Вы представляете? Это, кстати, река Волчья Давайте посмотрим, что у нас там на стенде написано А потом уже полюбуемся рекой Ага Пороги реки Волчья И устья ручья Горюнец Или Горюнец Ну, это прям красиво Красота Река черная Такая темная Река черная Последствия поедания черники На лицо Зато вкусно Дошли до вот такой вот развилки Справа, получается, написано, что смотровая площадка Но здесь кто-то подписал, что с площадки реку не видно Поэтому мы сейчас еще подумаем, стоит ли туда идти или нет Но здесь вот такой вот стенд, получается, здесь рассказывается о том, какая флора в данном заказнике Какие растения здесь произрастают Ну, они занесены в Красную книгу И, соответственно, их нельзя рвать Решили мы все-таки сходить до смотровой площадки Все-таки, как не посетить, если она здесь есть И посмотрим, что здесь вообще такое Небольшая поляночка И вот такая смотровая площадка сделана А внизу бежит река, ее слышно Ну да, реку не видно Так что нас не обманули Подобрались мы уже к Сосновской ГЭС И здесь у нас очередной стенд И здесь рассказывается про фауну заказника Про то, что здесь водятся Лягушки, гадюки Дятлы, крачки, кряквы И выдры, бобры и горностая Интересно, будет ли видно саму ГЭС А ГЭС, видимо, осталась где-то в стороне Мы поняли, что мы сбились с маршрута Хотим все-таки посмотреть саму ГЭС И вот сейчас вернулись И, соответственно, идем к ГЭС Ее уже видно Видно домик Фух А река? Вау Мостик Да, не зря мы вернулись Это да Вау Ого В общем, если вы идете по маршруту И используете трек, взятый из интернета Обязательно смотрите, где находится на карте Это ГЭС Потому что тот трек, который взяли мы Он избегает посещения ГЭС Нужно спуститься немножко в другую сторону Иначе вы просто-напросто пройдете ее А такое место, я считаю, что нужно посетить Потому что это настоящая вишенка на нашем торте сегодняшнего путешествия По гряде По гряде Варяна Сырка Вот так вот Стихия бушует Ты стоишь И вот эта вот вся свежесть, которая идет от воды Она прямо накатывает Как будто волнами Как будто на море Ну, очень круто Однозначно всем советую этот маршрут 12 километров он составляет Так что, если вы хотите провести свой выходной день на природе Обязательно приезжайте сюда Не забывайте ставить лайк за наши старания И сейчас мы будем продолжать наш маршрут Но, в принципе, тот километраж, который остался Там уже ничего такого сверхъестественного не будет Там просто маршрут по лесу По такому жуткосновому гору Поэтому, в принципе, это все достопримечательности, которые можно было вам показать на этом маршруте